Ребята, у TheExecurs есть очень важное объявление, слушать прямо сейчас всем. Пацаны, когда ещё будет такой момент, когда ты раскидываешь кайлы под пивасами, утаешь за это кэш? Бля, звучит как прикол, но серьёзно, у моих кинтов с Epic Loot вышел новый режим Mid Battle. Играть можно или за SF, или за Бару, но за Бару я вам играть запрещаю. Короче, тупо попал кайлом и забрал скины, кейсы или даже арканы. Играть можно раз, сейчас и бесплатно. Я объявляю войну под пивасом, в том числе Серёге! В общем, я проснулся, у меня режим в нереальном говне. Вот, не, я не бухал, у меня денег нет на бухло, ребят. Рассказывайте, как дела у вас, что нового произошло в вашей жизни? Меня променяла подруга на парня. Понятно. Напиши трек об этом. Видел девочки в ТикТоке ТГ каналы послевали? Ну только два видоса попались. Да в принципе похуй на это, ну в плане. Про второй канал уже там, блядь, там 27 тысяч человек, мужик. Ты думаешь, ты думаешь, нет людей, которые не знают уже про каналы эти? Типа вот этот канал, жестко контенчу, я его переделаю в канал по мерчу просто и всё. Ну в плане, не переделаю, а вы поняли, короче, там будут новости, мэйби, что-то такое. Хуй знает, мэйби. Потому что в втором, в втором канале уже, не знаю, в Шизоиде. Да в Шизоиде, в Шизоиде вообще получат опустить. Там дохлый канал, по идее. Или живой. Кап Де Грейс, не, Кап Де Грейс не буду переделать. Но я не буду ничего делать с ним уже, скорее всего. Он меня заебал. Как у тебя метаморфозис слили? Да, обычно с площадок слили. Да это нормально. Просто на метаморфозис больше, скорее всего, ажиотаж какой-то. Потому что там фитсы... Ну там крупные артисты какие-то, да? Там крупные артисты и какой-то, ну, за экскурсит маленький такой спрятался. Скрытый. Вот поэтому такая реакция у людей, скорее всего, типа, они удивлены. Но у меня все треки сливают. Ещё, это нормально. Когда в белый сплит красить будешь? Да не знаю, волосы нахуй сгорят. Падлу. Не скромничает, это же шишка огромная. Ладно, ребят. Средний я, средний, средний. А как Кап Де Грейс слили? Кап Де Грейс слили, там просто Квизмяу кому-то не тому кинул Кап Де Грейс послушать. Так скажем, на оценочку. Ну и человек, человек, видимо, человеку, видимо, очень понравился Кап Де Грейс. Он решил распространить его. В принципе, так. Оценка прошла успешно. Чё дропаешь после меты? Да я хуй знаю, у меня есть два трека, которые я хочу дропнуть. Здарова. Как мне понять тебе хуево от того, что я тут есть или нет? Ну, типа, я смотрюсь с 600 часов, в чат почти не пишу ток Даню иногда, а то могу убить себя, мне не сложно, тебе приятно. Удачки, босс, меньше, чем три. Ну, да, не, вы, видимо, неправильно меня понимаете. Я к тому, что я никак к вам не отношусь в плане... Короче, если вы не хуесосы, то мне без разницы. Но если вы отсталый ребёнок шлюхи, который делает эдиты в тиктоке, там, прям реально, ну, берёт... Ну, если вы человек, который берёт какую-то музыку, берёт фрагменты из моих прошлых стримов, там, где я там с вебкой или чё-то такое, и... И пытается из этого чё-то сделать, то, блядь... Ну, я не знаю, мне жалко этих людей, типа, это же вообще пиздец. Я потом захожу на канал к этим лю... Ну, не на канал, а этот... Ну, в тикток к этим людям, и там просто диппинсы, хуипинсы, блядь, вот эти стримеры жёжа, хуёжа, блядь. И ссылка на телеграм-канал с двумя подписчиками. Ну, это же пиздец просто, я не знаю, как эти люди выживают вообще, это же ужас... Не, ну, есть топовые эдиты, да, есть нормальные эдиты, я ничего не говорю. Я именно говорю про людей, которые, блядь, которые вообще не понимают, что происходит, типа, в плане... Они меня убивают, как личность. Когда новая аудитория какая-то появляется у меня, когда новые челы узнают обо мне, они узнают обо мне из тиктока, из эдита ебанова. Они... Не из того, что я крутой музыкальный исполнитель, не из того, что я круто в доту играю, не из того, что я круто в CSGO играю, знаете... Не потому, что я сам по себе суперкрутой, знаете, вот это самое. У меня просто... Я хуй знаю, что мне стримить, потому что в доте у меня лагает, я бы доту сидел дальше и стримил, но в доте у меня какие-то лаги ебаные, и я хуй знаю. И катки какие-то в доте странные, пиздец. Все просто ждут патчи и руинят гамзы. Курсет. Когда дропнешь чурск с чроун, дропни пеже. Трек имба. Его переделать надо. Спасибо. Не знаю, когда, но его надо переделать, 100%. Дроп готов. Они уже почти доделаны, кстати. Там... Сейчас просто надо согласовать, как выглядит будет... Как выглядеть код будет на дропе. Типа там просто делать надо элементы разные. Там волосы и тишку на коте. И все. В принципе, дропать можно будет. По поводу доставки в Беларусь нет, скорее всего, не будет. Но я чисто физически не смогу отправить, ну, в другие страны. Ну, не я даже. Не я буду отправлять. А человек, который будет отправлять, он не сможет. Его посадят за это. Надеюсь. Да и в принципе, ну, вы поняли. Цена котов какая? Около 50 баксов будет. В Германию? В Германию будет, по идее. Да, в Германию будет. Германию будет, в Польшу будет. Вообще, во все европейские страны, бля, нахуй. Ебать ты, сука. Ребята, ну, это нормальная цена, мне кажется. Вполне, вполне, вполне. В Украину тоже. Так в Украине... В Украине доставка будет где-то 2 дня, 3 дня. Будешь активно играть доту в новом патче? Ну, скорее всего, да, я камбэкну в доту. Полностью попытаюсь. Ну, очевидно, сначала к патчу привыкнуть. Там уже думать. Ты котов специально для девочек с тиктока выпустил? Нет, я давно планировал котов дропнуть. Просто не было возможностей. Не было желания никого. А сейчас что-то желание ебануло прямо в бошку. Короче, я не знаю, будет дохуя котов обычных, и будет котов с красно-черными волосами. Их будет мало. Видел новость про нью-систему ранкета в доте? Не, я не видел. А чё там? А трек Блейды всё? Проект закрыт. Очень хотелось бы офишу дроп Типо. Ну да. Уже, ну, 100% не будет. Я сейчас вообще другим занимаюсь. Ну, в плане... Я немного поменял траекторию, что ли. Знаете? Сейчас после Метаморфозис будет ещё один дроп серьёзный. В плане серьёзный... Лирический трек будет. О. Без доты. Вот, короче, будет трек Метаморфозис 14 апреля. Потом, если повезёт в мае, дропну трек ещё один. И после этого в июле, может быть, уже альбом будет. Если я успею его доделать. Это не факт. Это лишь так, знаете. Если заглянуть наперёд. Дали денег за альбом? Не, я уже... Я уже не прошу денег. Я не прошу авансы. Уже похуй. Уже музло ебашу просто, чтобы... Чтобы время убить, чтобы... Чё-то дропнуть. Уже не ради бабок, понимаете? Уже не ради бабок. Ну, бабки, конечно, здорово. Но они будут приходить. Но там, конечно... Вот эти. Ну, пойдём. Как тебе сериал Алиса в погранище? Кстати, пиздатый серик. Я его схавал за пару дней. Вообще ёбнутый серик. Всем советую, реально. Можете посмотреть. Первые три серии, правда, немного скучноваты. Но дальше идёт нормальное движение. Первые три серии я как раз-таки два дня и смотрел. Типа, я первую серию, первые две серии посмотрел. Подумал, бля, хуняка это полная. И потом врубил третью серию, потому что вообще делать нехуй было. И схавал полный. Сколько за квартал получил в последний раз? Три тысячи долларов. Пиздец. Да, вроде. Вроде три тысячи баксов. Да за музыку вообще мало платят. За музыку платят, если ты концерты даёшь какие-то. За концерты дохуя платят. К этому надо стремиться, мне кажется. А за прослушки там вообще копейки ебаные. Правда, что рейс должен был быть на фоков или вброс. Ну, изначально. Изначально, да, но потом что-то не пошло. На каком канале будет дропметы? На моём, там на разных каналах. Но я на свой дропать буду. Я дропну на свой канал лирик. Фадлу видос какой-то делать? Какой-то АМВ делать? Мега фадлу. Заебала. Потому что что, когда АМВ делаются вот эти на видосы? Когда АМВ делаются вот все эти видосы, АМВшные. Мне приходится следить за этим дерьмом, за работой. Чтобы мне нравилось. А я заебался. Как тебе сложно, жалко тебя. Спасибо. Я рад, что есть человек, который понимает меня. Я, кстати, ещё... Я, кстати, лейблу написал. Я лейблу своему написал, типа... Скинул ссылки. Там, где говорю, бля, трек с Лили. Ну, я кидаю ссылку, типа, лейблу. Говорю, трек с Лили. Он говорит... А, пиздец, а я думал, это твой канал. Типа, я думал, это ты дропнул. Попробую пройти игру какую-то на стриме. Да я не знаю, какие игры можно поиграть на стриме. Типа, хорроры, может, какие-то. Но я не знаю. Мне кажется, хорроры и игры вообще не страшные. Типа, хоррор-фильмы вообще тоже не страшные. А хоррор-игры, мне кажется, вообще антистрав какой-то.